Всем привет! Слава Украине! Слава Соединенным Штатам! Почему именно так? Потому что у нас сейчас начинается ваш и наш любимый стрим, наш любимый телемост Киев-Вашингтон. И на связи Андрей Андреевич Пентковский. Андрей Андреевич, здравствуйте! Добрый день, Роман. Героям слова. Андрей Андреевич, давайте разберемся, что там у нас произошло за последнюю неделю в американской политике. Вроде как визуально ничего не произошло, и вроде бы мы все сохраняем оптимизм. Но здесь какие-то такие заявления начали звучать у Дональда Трампа, что, мол, никакой поддержки Украине, и вообще западный мир, в смысле Европа, должны будут компенсировать после его повторного переизбрания, компенсировать Европа, должна будет Соединенным Штатам деньги, потраченные на помощь Украине. Ну, то есть, такой вот изоляционизм фиксируется, по крайней мере, по европейскому континенту. Что думаете по этому поводу? Вот какой последний нарратив сейчас обсуждается, и чего нам ждать? Ну, эта точка зрения Трампа по Украине, она не разделяется даже большинством трампистов. Ну, вот, например, Майк Джонсон, новый спикер Палаты представителей, он всегда считался трампистом, и он таковым себя считает. По многим вопросам внутренней американской политики, он поддерживает скорее точку зрения Трампа, чем демократов. Но когда вот в первом же интервью с Fox News, когда такой оголтелый трампист-ведущий пытался вот разыграть эту тему, дорогую такую для Трампа, что вот Израилю надо помогать, а Украине не очень, то спикер Палаты очень грамотно его одернул, что как так? И повторил, собственно, те тезисы, которые мы с вами развиваем два года, которые придерживается и администрация Байдена, что мы не можем допустить победы Путина, он не остановится на этом, он пойдет дальше, и тогда нам придется уже платить не деньгами, не только деньгами, а защищая страны. При Балтике, Польше, членов НАТО, нам, американцам, придется кровью своих солдат платить. Поэтому Путина нужно остановить здесь и сейчас. Ну, другое дело, что Джонсон повторил такие стандартные мемы республиканцев, что нужно там, чтобы помощь, отчетность была. Ну что, никто не возражает против отчетности. Пентагон давно уже прислал туда кучу инспекторов, каждый болтик в компьютере замечен. Вот эта удивительная вещь для Трампа, она его очень разоблачает. Ну, понятно, почему идеологические разногласия республиканцев с демократами, но почему такая ненависть к Украине? Тут что-то очень личное. И это совпадает вот с его традиционным прислужничеством перед Путиным. И вот вечный вопрос. Трамп в этом отношении просто полезный буржуазный. Ты ли он на каком-то крючке у Путина? Вот это его такой упорничий путинизм и антиукраинизм. Оставляет меня думать, что да, какие-то зависимости существуют. Ну, собственно, он лет 30 разъезжал, начиная молодым человеком, еще в Советскую Россию и устраивал там конкурсы красоты, то есть бордели. Ну, если можно себе представить, какие километры пленок имеются там наследницы ГРБ, ФСБ. Но это уже неважно. Этот его антиукраинизм, он не является политическим фактором, потому что, еще раз подчеркну, даже его сторонники не разделяют вот эту точку среди Украины. Вообще вот украинцам есть о чем беспокоиться в американской политической жизни. Мы об этом еще поговорим. Но вот об этом беспокоиться-то, о том, что финансирование не будет, это нужно оставить в сторону. Есть медицинский факт. Три четверти членов Палаты представителей, то есть 100% демократов и как минимум половина республиканцев, всегда голосуют за поддержку Украины. Но вот то, что сейчас происходит, это обычное такое традиционное бодание, перетягивание каната между республиканцами и демократами. По разным статьям бюджета они каждый стараются протащить там, что кому дорого, шантажируют. Такое фатдауном, дефолтом бюджета. Увеляю вас, все это сосется и получит, Украина получит финансирование в тех масштабах, которые определила американская администрация. Я тут, Андрей Андреевич, подумал, что если пленки Трампа на конкурсах или за кулисами конкурсов красоты когда-то обнародуют, может быть, это ему наоборот добавит политических очков. Вопрос такой, очень дискуссионный. Тем более, он уже когда их проводил, он все-таки не пацаном был. Так что давайте, как это, не будем думать, что это решающий компромат. Но тогда вопрос все равно стоит так. Если за деньги беспокоиться не надо, то есть за военную и финансовую поддержку, как результат, то что же вы имели в виду, когда сказали, что нам есть в Украине, о чем беспокоиться? А потому что вот мы же видим, какую кампанию сейчас развернула леволиберальная крово-демократическая партия. Ну, прежде всего, это связано с войной в Израиле. Вот эти антиизраильские пропалестинские демонстрации. Это же громадное давление на Байдена изменить свою политику. Ну, и это же кампания. Вы же видите, какой поток статей американский, так называемый, качественный американский пресс. Что такое качественный американский пресс? Они так себя сами определили. New York Times, Washington Post, Times, Newsweek. Они же все вот гонят эту беспрерывную волну, что Запад устал от Украины, поддержка расслабевает. И вот все думают, наступление захлебнулось, Украина не смогла достичь постальных результатов. Потом, да вам, украинцам все равно никогда не победить русских. Не учили подумать о переговорах, в том числе о территориальных уступах. Это же льется мутным потоком. Весь этот, всю эту качественную прессу контролирует демократические, лево-либеральные, крыло-демократические партии. Оно не так сильно представлено в Конгрессе. Поэтому в Конгрессе большого угрозы от них нет. Хотя там тоже, вы помните, в прошлом году, в самом начале войны, было письмо 35 демократов Байдену, стремлено отказаться от такой поддержки безоговорочно Украине. Тогда Байден подавил этот бунт на следующий день. Большинство подписантов отказалось от своих подписей. Но эти люди никуда не делись. Их взгляды никуда не изменились. И сейчас они активно, активно работают в этом плане. И что меня тревожит, вот этот дискурс, что от нас устали, и нас вот-вот заставят вести переговоры, он получил определенный популярность внутри Украины. Ну, я, может, ошибаюсь. Меньше всего я хотя бы вторгаться в внутриукраинские дела. Но сложны такие мотивы, конечно. Не, ну, слушайте, у нас тут, ну, на то, что оно и свободное общество, когда масса есть мнений. Ну, тут, видите, о стратегической обороне, и кто тут, и Wall Street Journal пишет о том, что вот надо уйти в стратегическую оборону, и таким образом истощать Российскую Федерацию. Но у нас на самом-то деле главное опасение такое, что перестанут поддерживать оружие. Мы же тут, ну, не наивные. И без западного и американского оружия тут будет все очень тяжко. Потому что, с одной стороны, Андрей Андреевич, как это вот тут получается? Вот все вроде как устали, не устали, но при этом сегодня начинает работать уже второй учебный центр по подготовке пилотов F-16. Одна команда в Штатах летает, уже летает. Другая, соответственно, начинает полеты в Румынии. И вот, опять же, сообщение о том, что все это может быть по экспресс-программе и зимой уже будут самолеты, а до зимы осталось тут совсем ничего. То есть, как-то оно не очень сильно коррелируется. Вот это вот то, что... Ну, вот я об этом и говорю каждый день. Ведь, понимаете, мы все время с вами правильно критиковали администрацию Байдена за недостаточную помощь. Но в этом отношении там сняты последние барьеры. А как-то незаметно прошло и представление сначала ракет ЭТИКС до 165 километров, а потом через неделю оказалось и максимальной дальности 300 километров. То есть, вот эти замечательные слова в последнее время, произносимые Байденом, Блинкиным, Остином, я предлагаю ориентироваться вот на этих трех людей в американской администрации. Они подтверждаются и делами. И делами сброшены последние табу политические. Сколько добивались этих атомов, сколько добивалось самолетов. То есть, сейчас вопрос уже в количестве, скорости на все политические заявления сделаны. На самом высшем уровне. Еще раз напомню. Вот меня особенно возмущает апофеоз вот этого давления. была эта грязная статья этого Шустрова в «Таймс». Она абсолютно уживая. Он там приписывает Зеленскому такие слова. Он там вообще... Его там с подвижниками в Америке эта статья интерпретируется как интервью с Зеленским. Он там действительно целый ряд фраз приписанных Зеленскому берет в кавычки. Например, там Зеленский, этот мнимый Зеленский говорит этому Шустрову. Вот я все время объясняю западным союзникам, что это же вопрос их безопасности, что мы же их защищаем. Если Путин преуспеет здесь, он пойдет дальше. Им потребуется уже не только деньгами, а жизнями платить за сопротивление путинской агрессии. Но они меня никак не понимают. Как они никак не понимают? Как мог Зеленский такое хуйню говорить? Он никогда об этом не сказал. Потому что каждый день вот как раз сейчас вот после того, как Блинкин и Остин окончательно победили. Вы же не слышите сейчас в администрации ни Бернса, ни Салливана. У них действительно была такая позиция осторожненькая. А сейчас мы еще каждый день читаем Де Байден на... Ну вот, самое яркое это выступление Байдена на Генеральной Ассамблее ООН, когда он, обращаясь к лидерам 200 стран говорил, что если вы все предлагаете мир, но для Путин, для... Путин... Что значит мир для Путина? Ценой мира для Путина это капитуляция Украины. Он требует отдать ему территорию Украины, детей Украины. И если ради мира мы пойдем на умиротворение агрессора и на расчленение Украины, вот сейчас масса этих тезисов о возможно территориальных компромиссах, то никто из вас не может быть безопасности. Любой агрессор тогда сочет себя безнаказанным. Абсолютно жесткая оппозиция как раз наконец единым голосом говорит администрация, и это, вы правильно с этого начали, и это поддерживается конкретными решениями постановления, представления пакетов оружия. Нет никаких планов навязать в Украине какие-то соглашения. А вот атака на Байденскую администрацию идет изнутри демократической партии. Уже тяжелая артиллерия тут введена в действие. На прошлой неделе Обама, но он такой духовный лидер вот этого крыла леваков. Он уже конкретно атаковал Байдена пока не был в Украине, но это же сейчас одно и то же. с Байденом за слишком лишнюю поддержку Израиля. Вот что положительно, две вещи, отчего вот это оружие пошло, два крупных политических изменения произошло в американской администрации. Во-первых, полностью победила группа Блинкена и Остина над Бернсом и Селиваном. Во-вторых, американское руководство, начиная с Байдена, сейчас рассматривает Израиль и Украину как два фронта единой мировой войны. Вы же помните, еще раз повторю, что меня поразило, очень приятно поразило в своем обращении к нации по вопросу Израиля. Байден слово Украины управлял по-моему даже чаще, чем Израиль. Он начал сравнение Путин и Хамас. Путин и Хамас. Хамас хочет уничтожить Израиль, Путин хочет уничтожить Украину. Мы никогда этого не позволим сделать. Но какое еще именно этого понимания ситуации от Америки, от ее руководства мы добивались два года. И вот наконец оно настало. А в это время на нас обрушивается помойное ведро всей качественной американской прессы живое. Мы все хорошие русские тоже подхватили этот мотив. Программы дождя идут. Половина выступления Катрикадзе недавно передачи Катрикадзе был в том, что от Украины устали, Украину хотят заставить. Откуда они все это взяли? Ничего подобного. Ну, есть мнение, что телеканал Дождь, он когда находился в России, был таким травоядным. Возможно, он таким остался. Но бог с ним. Не будем, так сказать, в данном случае это все я не буду переходить на личности. Но мнение ваше разделяю. Андрей Андреевич, давайте вернемся еще раз к Дональду Трампу. Что я имею ввиду? Вот как вы относитесь к этому? И, может, что-то слышали, как люди, как эксперты относятся к тому, что Зеленский в одном интервью сказал, что он хотел бы поговорить с Трампом, чтобы объяснить ему ситуацию, чтобы разобраться, сказать, что за 24 часа ты не можешь остановить войну. Нет, ты можешь сказать, что пойдите и всех украинцев, а это же тоже завершение войны. Но даже у Трампа у него другая логика. И вот сейчас мы видим, что глава офиса президента Андрей Ермак в Вашингтоне, и у него там как раз намечены встречи, я так понимаю, с Селиваном, и сенаторами, и конгрессменами. вот два вопроса. Нужно ли президенту Украины с кандидатом пробовать найти какие-то контакты? Не будет ли это сейчас воспринято как вмешательство во внутренние дела? Ну и вообще вот такие визиты в Вашингтон и общение с людьми, которые принимают решения, это позитивная история? Или тут лучше просто подождать, когда американцы сами договорятся? Ну, есть администрация, наш союзник, который предоставляет нам громадную военную помощь, с ними и надо разговаривать. Ну, на менее, Варим Александрович считает себя талантливым коммуникатором, ему кажется, может любого человека убедить, тем более в такой разумной вещи, как помощь Украине. Но Трамп, я думаю, безнадежен в этом плане. Я же говорю, что даже большинство трампистов, они не разделяют вот эту точку зрения негативную подношение Украины, является загадкой. Ну, это будущие историки могут разгадать эту загадку. Мне кажется, что вот это Путинофилия и украинофобия это у Трампа неизлечимо. Гораздо полезнее работать с администрацией сейчас. Там, кстати, насчет Трампа, может, у него такая обида, потому что там же из-за Зеленского, ну, из-за того, что слили в сеть вот эту стенограмму телефонного разговора, причем американцы сами слили, тогда же была история с импичментом Трампа, хотели его там выгнать из Белого дома, может, он по этому поводу обиделся? Да какое-то значение имеют сейчас эти мелкие обиды? Идет мировая война, я вот ее называю четвертой мировой, которая определит будущее всего человечества, и какие-то Трампы под ногами ползают. Не надо на это отвлекаться. Да, но если его изберут президентом, то мы будем вынуждены учитывать этот факт. Во-первых, если дела пойдут так, как сейчас их ставит администрация Байдена, мировая война закончится задолго до 21 января 2025 года. И вопрос выбора президента будет не так актуален. А во-вторых, ну, я вовсе не уверен, что Трамп будет президентом. Вот я вижу гораздо более перспективного кандидата президентской партии, я давно об этом говорю, это Мики Хэлли, замечательная женщина, прекрасные отношения к Украине, и она, ее позиции возрастают с каждым туром президентских дебатов из-за американских кандидатов. Андрей Андреевич, а вот вы же так чаще следили за американскими выборами в целом. Ну, вот получается до выборов объективно год, да? И вот мы исходим из того, что два кандидата действующий президент и, соответственно, предыдущий президент. А вот в американской традиции бывает так, что, ну, условно говоря, там вот на самом финальном каком-то этапе раз, и человек, которого думали, что он будет номинирован на демократическую или республиканскую партию, а тут замена, условно говоря. Ну, Байден скажет, он, конечно, не скажет, что я устал, я ухожу, потому что это, ну, как минимум, не российская традиция там, но, тем не менее, вот это возможно или тут, скорее всего, вот минимальный шанс на изменение фамилий, которые будут выдвигаться в финале уже? Вы знаете, шанс не минимальный. Я вообще предполагаю, вот давайте сегодня у нас как вы что-то запишите, потом вы будете меня этим леском обвинять. Сегодня что у нас? 12 ноября. 12 ноября. Я вот полагаю, что в списке кандидатов президента для американских избирателей 5 ноября 2024 года не будет ни Байдена, ни Трампа. И, кстати, давайте вот перейдем к той теме, которая меня больше всего волнует. в последнее время. Это вот атака этого левого крыла на Байдена. По Израилю. Да, по Израилю, но она же идет и по Украине. Просто она в разных формах идет. В формах Израиля она идет вот в стенаниях о невероятных страданиях замечательного паристинского населения газа. А на украинском фронте она ведется вот в этой гнусной кампании внутри Украины, что вас все бросили, давайте и все договаривайтесь о переговоре. Это ведет левое крыло демократической партии по глубоким идеологическим причинам. Эти люди они ну вот помните, что делал Байден в первые годы своего президентства. Он разъезжал по разным странам, в Саудовскую арабию, еще куда-то там кланялся и просил прощения за преступления американского империализма там за многие годы и десятилетия. Вот эти люди они называются прогрессисты. Выпускники кстати лучших американских университетов так называемой плюшевой лиги. Качественных. Качественные мидии, да, плюшевая лига. Вот эти профессоры этой плюшевой лиги они еще с начала сороковых годов. Они были прокоммунистические, но сейчас коммунизм как-то неактуален. Почему неактуален? Поролетариата нету. Макс это пролетариат писал, а пролетариат это кто такой? Это рабочий с гаечным ключом стоящий у конвейера. Когда их было сотни тысяч. А теперь роботы. А теперь их нету пролетариата. Теперь гендеры появились, теперь кого-то надо защищать. Так вот эти люди они эти профессора их поколение за поколением воспитывали в ненависти к Западу. К политическому Западу угнетающим какие-то там народы, пролетариат, борющиеся коронавральные страны и так далее. И вот они смотрят, во-первых, война Израиля, для них это классическая война Запада против угнетенного народа Палестины. И война России с Украиной, вот это абсолютно фашистская захватческая война, они на стороне, не на стороне Украины, потому что Украина воспринимается как часть Запада, они хотят поражения Запада. То есть они Украину ненавидят как бы не саму, Израиль они ненавидят как Израиль, потому что Израиль там несчастных палестинцев, а Украину они ненавидят, потому что это страна союзница Запада, им хотелось бы в этой мировой войне выражения Запада и его союзников Украины и Израиля. А эти профессора предполагают или допускают, что в таком случае ребята из Хамаса из них суп и приправят гретой? В прямом смысле для собак суп? Ну так боже мой, не хочется об этом говорить, но среди заложников убитых или на котором издевались и похитили в Израиле было и несколько известных левых из Валентиан, которые выступали против угнетения палестинского народа вообще за распуск Израиля и так далее. Сейчас другая опасность. Давайте поговорим. Я уж как смотрящий Юнар Шатен должен вас посвящать по всей мелочи избирательной кампании. Мы тут собственно ради этого и собрались. Да. Ну, наверное, заметил украинский зритель некое падение электоральных рейтингов Байдена за последний месяц. А оно не оно. Плюс пять ключевых штатов, где он проигрывает. Да, это так называемый свинг-стейт. Я же объяснял в прошлый раз, что вообще выборы в Америке можно не проводить. Их можно проводить в 45 штатах все известно. там 20 из них победят республиканцы и 20 демократов. А вот есть пять штатов, которых заранее предсказать нельзя. Поэтому количество выборщиков зависит только об этих штатах. Остальные могут спокойно вообще не ходить на голосование в день выборов. Так вот в этих штатах неприятные вещи. Почему? А вот давайте вспомним. Байден выиграл демократические выборы в 2020 году, опираясь у него было два таких крупных консолидированных блока. Во-первых, вот эти самые левые леваки, леволиберальный блок в демократическом параде, ну естественно они Байдена поддерживают против Трампа. А потом у него был второй большой блок афроамериканцы. Он вообще всю свою политическую карьеру рассматривался афроамериканцами как большой друг. Он всегда выступал за права, гражданские права, и вот афроамериканцы голосовали, ну по-моему 85% голосовал за Байдена. Вот эти два блока. А сейчас он теряет поддержку этих двух блоков, потому что эти два блока, они занимают антиизраильскую позицию. Ну леволиберал я уже объяснял почему, а афроамериканцы тоже выяснилось, у них же там достаточно распространенный слам в афроамериканской среде. Ну вот вы молодые люди не помните, ну может быть читали в книжках в 60-х годах там был такой мусульманский проповедник Мальком Мальком по-моему его звали, он миллионы и миллионы проводил на взятие Вашингтона и так далее. То есть у них у афроамериканцев вот эти мотивы о том, что белая раса покоряет там колониальный народ, они им близки. Поэтому вот как бы два основных блока поддержки они обваливаются. И вот смотрите, какая ситуация возникла у 81 на днях, по-моему, будет 80 лет, у довольно пожилого, не в очень хорошей форме джентльмена. так судьба возложила на него сейчас две одновременно две миссии. Очень разная и, на мой взгляд, просто противоречащая друг другу. Одна миссия ну вот волей судьбы он главнокомандующий вооруженных сил Соединенных Штатов в решающей мировой войне, которую территарное государство абсолютно зло бросило вот цивилизованному миру. Это и Иран, как Байден очень грамотно говорил, я уже его процитировал, Иран хочет уничтожить Израиль, Путин хочет уничтожить Украину, еще Китай хочет уничтожить Тайвань. Вот эти три главы территарного дракона это очень важная решающая война для западного мира. Это первая его миссия. А вторая миссия он кандидат от демократической партии на выборы президента. Так вот, миссия противоречит друг другу, вот как это то обстоятельство, которым я с вами сейчас поделился. Что значит выиграть выборы? Значит, ему завтра придет его пиарщик, там, он подтехнолог, я не знаю, как у них называется, говорит, президент, вот видите, мы проседаем по мусульманам на выборы. Вот и наши даже любимые ваши афроамериканцы вас сомневаются. Давайте сделаем какие-то шаги более приятные мусульманскому населению. А что это значит? А это значит, давайте схватим Израиль и скажем ему, давайте тоже перемирие. Подобратите внимание, программа вот этих прогрессистов, она везде, они за поражение Запада, за капитуляцию Израиля, за капитуляцию Украины. А инструмент один и тот же, они навязывают, они все орут, нужно перемирие в Израиле. А что значит перемирие в Израиле? Значит, Израиль сохраняется власть Хамаза. Остается Хамаз, который чудовищно издевался, убивал израильских граждан, он остается нетронутым у власти, у него остается заложник, они будут спекулировать еще полгода этими заложниками. А что значит перемирие в Украине? Путин остается 20% в территории Украины. Кстати, вы уже коснулись этого вопроса в связи с предложением Расмусова. Есть такие, казалось бы, разумные варианты предлагают украинцы. А давайте все-таки, ну вот как в Корее, на какое-то время проведем линию расширения. Ничего подседовать не будем. Да. Вот и Южная Корея, смотрите, как она процветает. Вот и так же Южная Корея процветает во-первых, потому, что после перемирия там на ней оставались несколько сотен, десятки тысяч, несколько лет и сотен американских войск. Американские войска согласны оставаться в этой части Украины. Это для Путина это будет просто первый этап захвата. следующая территория ничего не помешает ему к этому вернуться через несколько лет. Вот. Так вот, возвращаемся к Байдену. Чтобы выиграть президентский выбор, чтобы вернуть популярность вот его двух традиционных блогов, ему нужно отказываться по-зашему от своей роли лидера в этой войне. Вот. Поэтому я вот повторю, я уже в нескольких передачах, я рискнул сделать такое предложение. Да, и кстати, вот это левое крыло, оно уже прямо говорит Байдену, что, вы знаете, дедушка, вообще-то не лучше ли вам выйти из биратной кампании? У нас тут есть другой кандидат. А другой кандидат это у них Мишель Обама. Ничего себе! Это еще более левая фигура, чем... Ну, недавно уже выступил с сенсационным заявлением Давид Акселерот, это человек, пиарщик Обама, который, собственно, его сделал из такого профсоюзного активиста в Чикаго, занимавшегося организацией баскетбольных площадок в американских районах до сенатора, а потом президента. И вот он с статьей, что он не назвал прямо Мишеля Обаму, он сказал, что надо бы подумать, может быть, о другом кандидате, а ясно, кого они имеют в виду. Если бы я был поможем советникам Байдена, я бы предложил ему сделать такое заявление. Вы знаете, в демократической партии раздаются голоса, чтобы я не баллотировался на выборы 1924 года. И вы знаете, я сам пришел к этому выводу, потому что задача, которая стоит передо мной сейчас главнокомандующим вооруженными силами Сильных Штатов в острейшей схватке с силами абсолютного зла, требует моей полной концентрации на этой задаче. И ближайшие 14 месяцев, которые я остаюсь на своем посту, я со своей командой госсекретарем Блинкиным, министром обороны Остином, мы намеряемся посвятить исключительно этой задачи победы Соединенных Штатов в Четвертой мировой войне. Эта задача намного важнее, чем президентские выборы в Союзные Штаты, потому что президентских выборов будет много, будет много кандидатов, а победа, может быть, только одна поражение в этой войне будет означать власть тиранов и бандитов над всем человечеством и отступление Запада и свободного мира. Вот тогда ему легче будет проводить последовательную политику в Израиле. Тем более, что важные шаги могут потребоваться в самое ближайшее время. Насколько я понимаю ситуацию в Израиле, судя по заявлениям израильского руководства последних дней, там же в чем сейчас основная фишка? Ведь эти Иран, который стоит за всеми этими террористическими организациями, он задумал уже такую комбинацию. Вот эти зверства, невероятные, невиданные зверства Хамазов, они были почти ни одной цели не оставить Израилю никакого выбора, как пойти на наземную операцию против Хамаза. Дальше расчет был простой, коверением увязнут в катакомбах газы, более мощная организация ХСБВА наносит такой же удар с севера, ну и так далее. И там масса еще других Хуситы на юге Биемени и так далее. но вот ХСБВА испугалась. Авианосцев. Да. Вот надо сказать, что Байден прекрасно начал свою роль лидера военного времени, послав на два авианосных соединения, а затем еще более внушительный шаг подводную ядерную лодку Агайи. И Иран и на слова испугались. Да, и он сказал, он сделал, это ему гораздо ему по душе и гораздо лучше ему удается эта роль военного лидера, чем роль кандидата демократической партии, она очень более важна. Он же сказал, предупредил, как он сказал его слова, одну организацию и одно государство, имел ввиду ХСБУ и Иран от попытки вмешаться. Don't, don't. Так вот, весь вопрос, а этот don't, don't уже начинает действовать? ХСБУ и Иран перешли красные линии или нет? Это вопрос в общем-то дискуссионный, потому что там все время на севере ХСБУ не решилось пойти в такую прямую атаку, но обстрелы израильской территории все время продолжаются. Там Израиль вынужден был эвакуировать несколько городов севера, и вот последние два дня израильской заявляют, что они обязательно вернутся к этой проблеме в определенный момент. Но вопрос стоит так, они вернутся вместе с Соединенными Штатами, и вот какой ключевой вопрос. Дедушка Байден решит, что Иран и ХСБУ уже пренебрегли его предупреждением. Мое ощущение, что да, и вот в ближайшие дни покажут, то, что Иран нанесет удар по ХСБУ, это неминуемо сейчас. Вопрос в том, это будет совместный удар с Соединенными Штатами. Если это будет совместный удар с Соединенными Штатами, а мы это узнаем, в течение ближайшей недели, то это будет означать, что удар будет нанесен и по Ирану. Потому что гонять авианосцы ради одной ХСБУ. И конечно, конечно, это играет на руку Украине, потому что в каждом заявлении Барнина Блинкен-Остин эта линия повторяется. Иран, Израиль, Украина, Израиль, Украина, бандиты, тираны в Тегеране и Москве. Ну, я обратил бы ваше внимание на то, что дрогнуло не только на Сарова и не только иранские АТО, а вот визит товарища Си в Соединенные Штаты, в Сан-Франциско, на несколько дней. Он тоже дрогнул. В общем-то, в Пекине ясно, Си стоял. Он же пустил против Запада своих вассалов Иран и Россию, ну, для того, чтобы протестировать волю Запада. Ну, мы же помним Путина в таком безумно эйфорическом состоянии, вернувшемся из Пекина 5 ноября 2021 года, когда он произнес свою знаменитую палец Украины нравится, не нравится, терпимая красавица, и выбротал свои планы ядерной войны. Во время пресс-конференции Макрон получил карт-бланш от товарища Си, и товарища Си решил прощупать прощупать Запад перед своей атакой, ну, говоря старым красноармейским языком, русским и иранским штыками. И вот похоже, что он приходит к выводу, что, в общем-то, эти два и стоит ли вообще стоит ли вообще вот эту золотую курицу, несущую золотые яйца китайско-американского сотрудничества. Тем более, что в Китае все не так просто. Там происходят загадочные события одни за другим. То куда-то исчезают министр обороны и министр иностранных дел, а то загадочно умирает молодой человек до китайского функционера 65 лет это молодого возраста. Второй человек был премьер Ли. Собственно, он по канонам китайскими должен был стать председателем после двух сроков Си. Си же провел по существу переворот, военный переворот в китайской системе, покончив с наследием Дэн Саопина, не только в смысле административного руководства, но и политики. Ведь Дэн Саопин ввел мудрейшую политику конструктивного сотрудничества с американцами, государства, помогло Китаю за 30 лет вытащить из нищеты миллиард человек и технологически стал второй в мире державой. Он в соревнованиях с Соединенным Штатом достиг уровня, который Советский Союз никогда и не помышлял. Гораздо ближе продвинулся в своем технологическом развитии. И все это сейчас поставят под угрозу. Очень многие недовольны этим. А соблазнил он китайскую элиту очень просто. Он соблазнил, что он вернет Тайвань. Многим так казалось. Дурную шутку со всеми этими тоталитаристами сыграла репутационная катастрофа Соединенных Штатов в Афганистане, их уход из Афганистана. Они слишком широко это интерпретировали, как абсолютно слабость Соединенных Штатов, бегство их и хотели это повторить по большому счету. Так что вот мы уже через неделю с вами обсудим результаты встречи Си и Байдена. Ну, а что касается Украинского фронта, то ну, если иранская голова этого чутища будет срублена, то Путина в своей участии ожидать долго не придется. Это будет громадный такой морально-политический удар по путинскому режиму. Вообще вот очень правильную аналогию Залужный провел с войной Первой мировой. Ну, кстати, вот тоже неправильно был интерпретирован это неверный перевод названия его статьи, ключевой его термин стейлмейт. Стейлмейт взятый из шахмат патовая ситуация на фронте. Она относилась не к Украине, а одновременно к двум воюющим странам, ситуация, в которой ни одна из них не может провести активную наступательную операцию. Ну, Россия по фундаментальным причинам, а Украина, потому что какая, нужно прямо об этом пишет, какая же наступательная операция без господства в воздухе. То есть, основная это тезис статьи зауженного «Дайте оружие, 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 дайте самолетов». И он, кстати, как мы видели, мы с этого правильно начали нашу беседу, и это был услышан. Но схватились за это стейлмейт, перевели как тупик, и все время подается статья зауженного о тупике украинской армии. Ничего подобного совершенно. Ну, вот в чем эта налогия, почему она мне еще очень понравилась, потому что Первая мировая война, а на четыре года люди бодались там в этих окопах, и она была выиграна не на фронте, а в столицах. В такой ситуации побеждает тот, проигрывает тот, кто первый психологически проигрывает в столицах. Почему проиграла Россия уже в семнадцатом году? А что вышло из войны? Что какие-то были большие победы немцев, они что, вошли, взяли там Петроград, что-нибудь? Да ничего подобного. Просто все страны страшно устали от войны. Австро-Венгрия, Германия. Вопрос бы, какая лошадь рухнет первой. Ну, мы знаем те обстоятельства, которые привели эта знаменитая сделка Ленина с германским генеральным штабом, и Россия первой выполнила. Но и в восемнадцатом году произошло то же самое. Почему победила Германия, Франция? Ведь забывается, что когда было 11 ноября, кстати, вот недавно дата отмечалась, было подписано перемение между Германией и Францией, ни один клочок германской территории не было в своем Франции. Вся линия сопротивления сторон шла по французской территории. Германия рухнула внутри. Было там сначала восстание матросов в Северном Фронте, потом революция социал-демократов в Берлине и так далее. Поэтому громадный расчет на психологическую выдержку внутри. И мы же знаем, мы сколько раз обсуждали, какие внутренние проблемы в России колоссальные. Ну, один мятеж пригожный их вскрыл. Это то обстоятельство. Андрей Андреевич, а как вы думаете, марш на Москву может кто-то повторить? Из-за людей, которых, может, мы еще не знаем, о их существовании. Те люди, которые повторят, им не нужно ходить в марш, они в соседней комнате сидят с бункером. Так что марш не повторят. Но вот если будет разворачиваться событие поражения Ирана, даже если моргнет Си, если Си моргнет 15-го на встрече с Байденом, а это не исключено, то вот эти люди, которым могут дойти из одного кабинета в другой в Москве. То есть, я считаю, что это в любом случае, да, конечно, очень важно, не очень, а критически важно скорость, которую нам будут передавать новые дальнобойные ракеты и самолеты. И их количество. И их количество, да. Но результатом этой передачи будут как раз события психологические, политические в Москве. Андрей Иванович, вы немножко уже касались этого, а как вам вот это предложение Расмусонов принять Украину в НАТО прямо сейчас и, соответственно, не распространять, конечно, в географических границах, но не распространять гарантии безопасности Альянса на оккупированные территории. А то у нас многие считают, что в таком случае это будет предполагать, что Украина отказывается от Крыма, от Донецка, с Луганском. Ничего подобного. Это в его словах я этого не видел. Это первое предложение Киссинджера было прошлым летом. И, кстати, я тогда написал статью «Блеск и нищета» Киссинджера это громадный политический прорыв самого Киссинджера. Это была статья покаяния. Мы же знаем, что Киссинджер 30 лет жизни посвятил на борьбу с расширением НАТО, борьбу за федерализацию Украины. И он тогда сказал, что... Чтобы не было войны. Я ошибался. Я хотел, чтобы не было войны, а именно поэтому война и пришла. То есть, ну вот, как это можно посмотреть... Давайте продумаем это в наиболее приятном виде для Украины. Собственно, я бы сказал так, Украина принимается как государство. Никто не оспаривает ее границы. Оно принимается как государство в НАТО. Но при этом подчеркивается, что статья 5 вводится в действие в случае, если Россия нападает или ведет военные действия вот на сегодняшнюю территорию Украины. То есть, статья 5 не предполагает участие американских и других стран для освобождения Крыма и Донбасса. Ну, во-первых, идея хорошая, но это сложно реализовать юридически и технически. Во-вторых, ну, в общем, это вариант идеи Кореи, двух Кореи. разделяем стеной на одной стороне новая Украина, которая станет блестящим примером блестящего развития, остается там, к сожалению, Крым на другой стороне, и там лет через 20-25 они к нам вернутся. Но дело в том, что вот так я бы сказал, при живом Путине Москва на это не согласится, а при мертвом Путине нам уже этого будет не нужно. Мы и так все возьмем. Поэтому это хорошее пожелание, но оно не реализуемо. я тут подумал, что сам факт того, что на таком уровне обсуждается факт вступления Украины в альянс. Это хорошо. Да, потому что раньше все говорили, ни в коем случае это невозможно, а теперь это уже не выглядит невозможным, в том числе и для западных политиков и чиновников, даже в отставке. Вот вы повторяете основные тези моей той статьи, поэтому громадный роль сыграл Киссинджа. Он первый поставил эту тему в практическую плоскость. Это тоже очень показательно. Андрей Андреевич, я предлагаю на сегодня ставить троеточие. Мне кажется, мы так вот все обсудили. Я, как всегда, чувствую оптимизм при всех ужасах, которые нас еще ждут и тех, которых мы пережили. Как бы там ни было, я такая реплика для украинцев, кто бы там не был президентом, но война идет сейчас, у нас президент Зеленский, в Штатах соответственно Байден, ну а в России маньяк Путин. Им придется решать вот в этом. Кстати, эта сентенция, она справедлива для Израиля. В Израиле очень много критиков премьер-министра Таньяху, но они очень разумно приняли решение все после победы. Все вопросы решаем после победы. Победить должны действующие военные лидеры Таньяху, Зеленский и Байден. Принимайте. Друзья, подписывайтесь на наши YouTube-каналы, здесь всегда интересно, откровенно. Мне кажется, секрет нашего стрима в том, что мы пытаемся разобраться в ситуации, мы можем ошибаться, но мы не играем в какой-то команде политической. Поэтому оставайтесь с нами, Андрей Андреевич, я благодарю вас за время, за интеллект, ну и за оптимизм, еще раз повторюсь, спасибо. Спасибо, до следующей встречи, Роман. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова